Также хочется сказать, учитесь студенты, и тогда вы сможете достичь высот, например, стать лидером России. И получить национальную премию «Немалый бизнес». Кстати, в этом году на победу претендует сразу шестеро челябинцев. Да, сейчас им нужна ваша помощь, в интернете идет голосование. Подробнее поговорим с гостем у нас сегодня в студии Алена Шорохова, директор по развитию территории бизнеса. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну расскажите, что это вообще за конкурс, да, и как отбирались участники? Действительно, у вас было правильное сравнение с конкурсом «Лидеры России», потому что это уникальная премия, и она впервые в России у нас стартовала. И она аналог как раз премии вот этого конкурса «Лидеры России», потому что участники могли стать действующие предприниматели в возрасте до 40 лет, как, собственно говоря, и в конкурсе «Лидеры России». Для того, чтобы организовать эту премию, объединились все ведущие бизнес-школы нашей страны. «Лайк-центр», «Бизнес-молодость», «Сколково», объединились, «Деловая среда». Возглавили эту премию Министерству экономического развития Российской Федерации и присоединился к этой премии омбудсмен по защите прав предпринимателей Российской Федерации Борис Титов. И вот вместе с такой коллаборацией объединились и создали премию. Для Российской Федерации очень важно подчеркнуть значимость предпринимателей, и эта премия, она как раз призвана для того, чтобы обратить внимание всей страны на развивающийся в нашей стране успешный бизнес. Это здорово. А вот наши южноуральцы, они какие показывают, какие показатели у них? И расскажите. Вообще, на эту премию было подано больше 25 тысяч заявок. 25 тысяч. Да, со всей страны. И очень важно, что наших заявок было больше 100. И 100 южноуральцев, 6 человек у нас вышли в финал. Я считаю, что это очень хороший результат с учетом того, что всего 100 финалистов со всей страны, и 6 из них наши челябинцы. Мы знаем, что сейчас идет уже голосование в интернете, правильно? Я так понимаю, что поддержка абсолютно каждого южноуральца может повлиять. Что нужно делать, где голосовать, самое главное? За кого. За кого. Да, на этом хочу акцентировать внимание, потому что на самом деле проголосовать может любой желающий, и это не займет очень много времени. Достаточно в любой поисковой системе забить немалый бизнес, и первый откроется, конечно же, наш всероссийский конкурс. И там уже непосредственно осуществляется голосование. Шесть номинаций. Наши предприниматели представлены в четырех из этих номинаций. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание, что в каких номинациях наши предприниматели участвуют. Первая номинация, на которую я хочу обратить внимание, это инновационный бизнес, и наши предприниматели тоже здесь участвуют. В этой номинации у нас участвует Юрий Корлюкаев, и он представляет компанию, которая занимается производством ортопедических изделий для позвоночника. То есть это не просто компания, которая продает, это производственная компания, и я обращаю всех внимания, чтобы за него обязательно проголосовали. В номинации «Добрый бизнес» представлен Дмитрий Шуховцев. Он участвует со своим проектом, именно у него юридическая компания, и он поддерживает как предпринимателей, защищая их интересы, так и физических лиц. И дальше у нас в номинациях по два участника от Челябинской области. Здесь очень важно, чтобы мы максимально большим количеством голосовали, чтобы дали ребятам возможность в этих номинациях также победить. Потому что если там у нас по одному участника, то в этих номинациях у нас по два участника. Это номинации «Ранний успех», и здесь хочется отметить, что у нас есть молодые участники, у нас есть 18-летний предприниматель. Ничего себе! Мы уже опоздали надолго. Это Данила Грачев. Это студент тоже, да? Да, да. Данила, вас сегодня с днем студенты еще и поздравляю. Да, и, соответственно, его компания занимается продажей ювелирных изделий, тоже обращая внимание наших слушателей, зрителей, чтобы они активно голосовали за наших ребят. Мне кажется, сейчас все молодые девушки обратили на это тоже внимание. Да, второй участник у нас это Глеб Мулакаев в этой же номинации. И третья номинация, четвертая номинация, в которой наши предприниматели представлены, это «Быстрый успех». Это интересная номинация, там отбирали предпринимателей, кто сделал большой прорыв за год. И здесь у нас также два участника. Единственная девушка в этой всей нашей истории, да, разбавляет наших мужчин, это Анастасия Стародубцева. У нее компания занимается поставкой оборудования, интернет-решения для образовательных учреждений, школ, для бизнеса. Еще один наш участник, это Михаил Диковский, он также в номинации «Стремительный рост». И его компания занимается внешнеэкономической деятельностью, помогает как поставлять товары из-за рубежа на территорию Российской Федерации, так и помогает выводить товары за пределы. Мы абсолютно всем желаем удачи, правильно? Так что голосуйте обязательно за наших. Мы вас благодарим, желаем вам хорошего проведения. И напоминаем, что у нас сегодня в студии была Алена Шорохова, директор по развитию территории бизнеса.